Хочется немножко подсобрать внимание, подсобрать энергию. Столько здесь всего сегодня, да? Разбегается просто. Хочется и то, и это. Как вообще ваше состояние? Супер, да? А у нас только один микрофон здесь. Мы можем кружочек пустить микрофон, да? Чтобы людей чувствовать. Немножко подышать, можно сначала настроиться. Подключим. Спасибо. И вот сейчас кто здесь с нами? Просто сделайте глубокий вдох и почувствуйте, осознайте себя в пространстве. И выдохните в каждую клетку тела своего. Ощущая стопы свои на земле. Ощущая эту устойчивость. Да, лучше снять. Я сразу сняла, когда зашла сюда. Захотелось сразу снять обувь. Захотелось чувствовать землю. Захотелось решать. И окунуться в бассейн, который здесь есть. Все взяли с собой купальники? Нет, конечно. Нет, конечно. Значит, будем обнаженными сегодня после заката. Главное, у Влада на свадьбе погулять хорошенечко. И потом все вместе зонырнем. Привет. Ну что, родные лица тут сидят, да? Привет, Анечка. Ты не ожидала. Ты не ожидала? Я думала, ты пришла социально Аллочкой тоже. Приходи там на чай. Обязательно. Хочу всех обнимать, хочу всех чувствовать. Мнение здесь 40 минут. Я хотела говорить про архитектуру сознания. Это тот проект, который пришел ко мне на Вали в этом году. Я приехала, и такой был сильный внутренний зов, такой порыв внутреннего вопроса. Я обратилась к Богу и спросила, а зачем я проходила столько испытаний во всей этой жизни, каких-то переживаний и много радостей. Для чего был весь этот опыт? И я обратилась к высшим силам, и я попросила показать мне, для чего был весь этот опыт в моей жизни. Мне сейчас 43 года. Я работала много в крупном бизнесе, на международных рынках. Мои партнеры были Apple, Samsung, международные компании. Потом я создала свою собственную компанию. Сейчас я строю ретритный центр в Карак, Сочи. До этого я была просто бедная студентка, которая приехала в Москву с маленьким чемоданом вещей и жила в общаге. То есть у меня были разные этапы в жизни, и я проходила разные этапы эволюции своего собственного сознания. И когда я прилетела в очередной раз на Бали, я зимой там уже шестой год, после того, как ушла уже из офиса, я спросила, просто зачем все это было, зачем был такой путь? Покажи мне. Я встречаюсь со своим другом, он с Угуном занимается, он мне показывает картинку, архетипы, которые Юнг выделил, знаете, когда Фрейд открыл бессознательное, а потом его ученик Юнг сказал, что бессознательное это не просто какое-то там. Там есть аниму, анимус, там есть архетипы, разные части, что оно расщеплено на разные частички. И он выделил разные части, в этом бессознательном назвал это архетипами. Очень много учений и направлений сейчас основаны на этом здании от Юнга. Может быть, вы проходили какие-нибудь женские курсы по архетипам, да? Поднимите руки, кто знаком уже с этим. И мне показали просто эти архетипы, эту картинку, и у меня все просто как будто бы схлопнулось и встало на места. Я увидела, как в своей жизни я проходила шаг за шагом каждую ступень. И вначале я спала, я была спящей, потом я пробуждалась и воевала с миром, я боролась с миром, я достигала, я работала в крупной компании, я уставала, я выгорала. Но я открывала свою силу. Потом я выгорела, мне это надоело, я стала искателем, я перешла на следующий уровень сознания. Я стала задавать себе вопросы, а кто я, зачем я, что я здесь делаю. И дальше я перешла в уровень личности, когда эти вопросы закончились. Я провела на уровне искателя 15 лет, 2007 года, как попала в Индию. А я все что-то искала, искала, когда я поняла, что в этом слое есть только очередной тупик. Я сделала все расстановки мира, все практики духовные, которые только есть. Я стала ученицей великого гуру, Жапала Табабы, который покинул тело буквально неделю назад уже. Он являлся окном для простых людей, таких как я, в мир очень глубинных знаний, которым 5000 лет, из гималайской ситха-йоги. И это направление, это вид знаний открывается мадхи через тело. И Гуру же передавал это знание, теперь вот через его учеников проливается, через меня тоже. И в какой-то момент я увидела, что там тоже нет ответов в этом слое. Все, все поле перерыто, все практики сделаны, а что дальше? А дальше мы выходим в целое, мы выходим в личность. И у личности больше нет вопросов, что со мной не так? Как бы мне у кого-то спросить свою астрологическую карту, чтобы мне посчитали предназначение, чтобы подсказали мне про свои сильные стороны? Мы уже собираем эти грани через вот это исследование себя на третьем этапе в целое. И вопросов больше нет на этом этапе. Вот такого рода вопросов, что со мной не так? как бы мне себя еще где-то обнаружить в каких-то пространствах. И дальше, когда мы собрали себя в единое целое, мы выходим на уровень игрока, потому что мы можем быть кем угодно, когда мы отождествились, нам опять нужно разотождествиться, иначе эта игра могла бы для нас закончиться. Но нет. Вдох-выдох. И я увидела эту систему, я поняла, что всю свою жизнь как раз шла по этой системе. И сегодня я хотела, думала, смогу показать вам презентацию глубоко, чтобы мы погрузились и узнали каждый из вас на каком сейчас ступени в эволюции сознания стоит, и какие, может быть, рекомендации я могла бы дать для того, чтобы выйти из каких-то тупиков. Мы в тупики смыслов периодически попадаем какие-то, то все прекрасно, то все ужасно, то все прекрасно, то ужасно. Качаемся на этой волне периодами. Вот. Может быть, я думала, я могу подсказать, но телевизора нет, презентации нет. Поэтому мы можем делать эти 30 минут, которые, я думаю, у меня сейчас остались, все, что вы захотите. Вот все, что вашей душеньке угодно. А в чем моя суперсила, могу сказать. Я тоже долго задавала вопрос, в чем мой дар, в чем суперсила, как раз на третьем этапе искала, когда себя. И вот из мира ответы приходили, мне люди говорили, вот мы как-то садимся с тобой в поле, и все, нам больше ничего не нужно, трансформация происходит. А я им не верила. Ну, не веришь же, когда для тебя это естественно. Ну, ты же не веришь, ты же там как рыба в воде. Они говорят, все, достаточно тебе сказать пару слов, трансформация уже происходит. Ничего даже не нужно, никакой практики, ничего, очень сильное, трансформационное поле. И в результате ко мне пришли ясновидящие, меня просканировали, сказали, обалдеть, ты создаешь купол трансформации, там потоки света. Я говорю, все, не верю. Потом в результате на мой ретрит, где у меня там большой городской ретрит, осенью проходит там по 500 человек, фотограф сфотографировал то, что не было видно невраженным глазом. Мне потом показывают эту фотку, а значит, за окном декабрь, темнота, идет снег, а зал залит потоками света, и я уже перестала с эллинасом. Вот. Все доказательства были получены. Поэтому мы можем этим полем сейчас, все что угодно, все что есть сейчас внутри, можем трансформировать. То есть я могу послужить не через лекцию, не через, может быть, через какую-то технику, либо медитацию, либо можем сделать сатсанг, я могу ответить на ваши вопросы. Выбирайте. Кто за сатсанг? Кто хочет вопросики позадавать, поговорить? Кто хочет подышать, помедитировать, может быть? А можно все? В начале вопросики, а потом за финалем подышим, да? Давайте. Хорошо, я тогда микрофон пускаю по кругу. Пропробовали, завели меня в тупик. И вот открытый диалог, это та тема сейчас, которую я очень активно изучаю. Там нет иерархичной системы, там нет какого-то гуру, который вещает, там есть просто участники, которые говорят о своих чувствах. и это оказалось так исцеляющее. Я просто обалдела. Мы просто сидим, говорим о своих чувствах, и исцеление происходит вдруг, и нам не нужно уже идти к терапевту, представляете? Как тебя зовут? Юля. Как ты себя чувствуешь? Волнуюсь. Волнуюсь, да почему? Ну, я давно не была врачом прохожать в Маню, и он звонил. Ну, у меня был вопрос показательных причин, потому что я сейчас на этапе, я не знаю, может быть, это было коллеги, но по всей, я просто в основном изучаю, и на пути бывают велигии, бывают вак, и бывают уже средние места, все было такое очень красиво, интегрузиво, и даже отчасти с сериалами, и изгледаниями, и всем остальным. И при каждом отгате, я думаю, Юля, как ты возвращаешься, что ты в прошлый раз, что тебя вернуло? И я как-то не нашла какие-то двигательные дочки, которые меня заберут, и просто снова снесут. Есть ли они, возможно ли это, или нужно дать представство таким отгадом, или нормально. как ты себя чувствуешь, когда ты в этих состояниях заходишь? Ну, я плохо себя чувствую, то есть, я и самобочеванием занимаюсь, и у меня нет сил, потому что, да, я активно сидела, какие-то свои ручки, опытные, мечты, цели. Ты себя ненавидишь такой, да? Правильно? Я тебя слышу. Вот такой я себя люблю, вот такой, а вот такой я себя ненавижу. И теперь сделай глубокий вдох и выдох. Сейчас трансформация, она очень быстро начинается. Просто это чувство, иди. Сделай прям, сделай вдох, и выдох. И ножки не скрещивай, не закрывай поле, пожалуйста. Кто скрещивает, тоже не закрывайте. И скажи себе, это я, это я, это я. И я ненавижу себя. А потом я люблю себя. Я позволяю себе быть влюблой, я позволяю себе быть влюблой. Да, я свои чувства, я даю себе место. Я даю место всем своим чувствам. Вдох, выдох. Прямо загрузи это знание. Чтобы ты в следующий раз была на сборе устойчивого этого. Потому что мы все вдыхаем и вдыхаем, и по-другому оно не бывает. И за приливом следует отлив. И нам важно не убивать себя за это. А вот хочешь, ты знаешь, еще у тебя достать? Можно? Можно я чуть-чуть, да? Можно я у тебя вот здесь, отсюда бережливость, достану к себе? Бережливость прямо из сердца своего. Прямо обнаружь ее. Обнаружь. Да. Я забочусь о себе. Я забочусь о себе. Да. Да. Прямо доставай ее. Доставай. Я вообще не знала, куда шла. Все, смотрите, новое время. Мы можем исцелять заряды на раз, два, три. Вы можете наносить это все годами. Просто здесь и сейчас, сегодня принять какое-то решение здесь. Вот. Ну, просто я больше себя не ругаю такой. Все. Но все же просто. Но почему нам сложно? Потому что наш ум хочет большой теории, он хочет объяснение, он хочет выкладку, чтобы ему доказали, ему объяснили. Нет, вот докажите мне, что у меня можно любить такой. Нет, вот я этого не вижу, я не понимаю. Нет, я просто могу принять решение здесь и сейчас. И я это сделаю. И я вернусь себе. И я принимаю это решение. Я буду ему привержена. И все. И шаг за шагом. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Я просто туда иду, и я ему привержена. И чем выше наше уровень сознания, знаете, чем проще практики становятся. Если раньше я проводила групповую терапию, и у нас там просто спецэффекты, у женщин выходили заряды из тела, они залетали в прошлые жизни, они вспоминали себя рабынями, которых угнетали, и поэтому они сейчас деспоты мужья, которые не отсвечиваются на кухне. У нас там всякие есть спецэффекты. Сейчас мы просто на следующих уже уровнях сознания нам можно просто посидеть и помолчать. И оно все происходит. Или мы можем просто сесть и поговорить о своих чувствах, и это кажется таким простым, и таким исцеляем. Вот он заряд, и ничего не нужно, он выходит. Слезы — это истинный признак того, что души касаемся сейчас. Души касаемся. А душа соскучилась по истинной себе. Она соскучилась, и она плачет, потому что соскучилась по тебе. Я такой вот истинный, настоящий, вот такой, не закрывающийся, никакими представлениями о себе ничем. Вот просто вот это я. Вот она. Я такая обнаженная, ничего не себя не представляющая, вот просто суть моя. Вот такая я. И я стою здесь. И в этот момент я живу. Через меня начинает жизнь проходить. А не когда я пытаюсь что-то там из себя произвести. Кто еще хочет что-то спросить? по ним. Читаю. Но вот моя жизнь уже поменялась. Я достигла такого уровня, о чем мечтала раньше. Но сейчас хочется чуть-чуть больше, дальше удиваться, но я у меня определено. И я не знаю. Но вроде я начинаю делать, А что для тебя новый уровень? Ты себя ненавидишь такой, да? Хорошо, а как ты себя относишься? Что тебя не устраивает? Меня не устраивает, я как в озеро стоячем, просто не развиваюсь дальше. Кто тебе сказал, что ты должна развиваться? Мой голос. А чей голос в мозге это говорит? Возможно, я не могу обучиться. Такое ощущение, что жизнь не у меня проходит. У меня вообще есть, но чётко хватит. А чего хочется? Больше путешествий. Больше свободы. Но я не могу себе зарабатывать. Надеюсь, что зарабатывается. Я не могу посетить объекты. Какой твой основной вопрос сейчас вот в жизни? Какой твой основной вопрос, который бы ты задала себе и своей душе и своему подсознанию, чтобы он начал искать этот ответ? Как мне перестать? Как мне перестать? Как мне начать проявляться? Разрабатываться? Рассказывать нас не может? А почему стесняешься? Почему не рассказываешь? потому что я не уместная скажи я не уместно ты сейчас думаешь о том как ты выглядишь что ты не уместно здесь плачешь и тетя я не умею проживаю умирать все равно умрем рано или поздно умри в своей неуместности сейчас да и спроси себя из этой точки как я могу еще больше любить себя как я могу еще больше дать себе место в своей жизни как я могу начать одному живут себя в ней нищейка голоса образа и то как оно должно быть как я могу больше чувствовать свои желания задайте вопросы в глубину своего существа свою суть истинную туда глубоко пусть они там поработают для тебя просыпайся с ними вот твои новые вопросы а когда у подсознания есть работа он будет искать ответ он мозг перестанет тебя отревожить и доставать он начнет искать ответ на эти вопросы как состояние как состояние так что мы познакомились у нас была практика когда мы смотрели у Кати по персиденту когда мы смотрели в другую глаза и эти глаза мы запомнились этот космос мне запомнился на всю жизнь потом у нас как-то случается что жизнь не сталкивает сегодня у меня такой вопрос я была на городском репрете с дочкой после чего случилось такое чудо спустя там не больше недель они там приобрели недвижимость о которой она задумала очень давно она говорит мама что-то произошло такое вы освободились в доме у меня другой вопрос в протяжении некоторого времени мы хотим тоже продать недвижимость у нас квартира и она никак не продается какой-то и я бы хотела узнать как-то немного ранее я слышала у тебя что если у вас не продается был такой момент хочется этот вопрос решить что тебя с ней связывает с этой квартирой с игровой вежностью уже ничего мы переехали в дом что ты проживала там? что было ценного для тебя? да но это было начало жизни начало нашей жизни в Москве и не было легко потому что мы только остановились это был такой период жизни не самый легкий но сейчас эта задача продать потому что есть определенные сформировался определенный долг который нужно отдать и не знаю не могу понять почему но это как твой первый мужчина правильно это твоя первая недвижимость но дело в том что цель продажи мы бы не продали возможно и ты ее не хочешь на самом деле продавать я хочу но тебя заставляет мир это сделать но ты внутри не хочешь возможно мне нужно вернуть часть но долг именно продай в этой квартире тебе нужно это сделать но ты не хочешь тебе нужно захотеть когда ты захочешь она продастся почувствуй почувствуй сейчас скажи я хочу ее продать я хочу ее продать и не надо ее продать чтобы закрыть долг не важно не продать почувствуй не ответ когда ты говоришь первым и говоришь да почувствуешь да это не то состояние из которого тебе нужно это делать здесь как у тебя получается как полотина закрывающая сердце не продаешь из этого состояния ты внутри себя меняешь внешний мир меняется ощути состояние я хочу тебя я благодарю тебя ты моя первая квартира и столько было приятных моментов да столько с тобой все связи и на я хочу тебя продать во благо другим людям которые будут этим наслаждаться почувствуй другое какое состояние именно благодарности благодарности конечно вот отсюда продавай потому что новые люди не придут на энергию что тебе надо заткнуть какой-то долг как дыру их деньгами так оно не работает никому это не вкусно а на энергию благодарности они придут все благодаря тебя да хорошо все девочки мне сказали у меня закончено время хотя у меня еще на 500 минут давайте мы сделаем тогда гармонизирую сейчас закрытие просто почувствуем почувствуйте сейчас свое состояние и это самое главное я думаю что вы уже достаточно здесь продвинуты для того чтобы понимать что реально строится изнутри наружу и единственное чем нам нужно здесь заниматься это наше внутреннее состояние мы этим занимаемся отчаянно но инструменты работы порой откачивают но я 15 лет например занималась 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 и все перепробовала вот и сейчас важно осознать что главный инструмент работы с собой это вы сами и у нас есть несколько инструментов взаимодействия с внешним миром инструментов творения и сейчас давайте мы закрываем процесс который мы здесь открыли начали и какие-то заряды выходили и может быть кому-то было созвучные вопросы которые девушки принимали тоже исцелялся просто закройте глаза и начните ощущать себя чувствовать себя самоосознавать себя и глубоко дышите в каждую клетку своему телу и попробуйте сейчас попасть в такое состояние здесь когда мы находимся с вами в то чтобы несмотря на никакой внешний шум несмотря на то что где-то все бурлит за пределами этого круга вы ощутили что слышите сейчас только себя взойдите в это состояние, что вы слышите сейчас только себя вдох-выдох сначала возможно вы будете осознавать свое дыхание и оно поможет вам в этой ценастройке вы можете просто понаблюдать как поднимается ваш живот при вдохе и опускается при выдохе это хорошее упражнение попробуйте ощутить насколько вас растаскивает внимание сейчас во внешнее или я могу дать это место и пространство он сейчас себе или я где-то там мое тело здесь попробуйте классное упражнение подсоберите себя глубоко глубоко в каждую клетку пропускаю энергию для того чтобы почувствовать наконец-то свои точки опоры внутри свою ось свой стержень и опираясь на него ощутите силу свою опираясь на него ощутите свою устойчивость и осознайте откуда создается ваша реальность откуда на самом деле вы живете вдох-выдох глубоко 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 и заверните туда где очень хорошо вот в этот океан спокойствия которое разлит у вас внутри и ощутите что вы можете сделать этот океан например океаном любви и искупаться в нем сполна давайте сейчас мы его сделаем океаном любви и подарим эту любовь друг другу и подарим эту любовь себе с этого все начинается почувствуйте и говорите себе аааа я люблю вас я люблю вас я знаю свое место время и пространство когда мыiddушно-опрездор и так далее ну что, обнимемся? обнимемся? я хочу вас обнять давайте обнимем друг друга почувствуем свое состояние в том что мы были в его таком едином поле Мы сегодня, сейчас, здесь, да, кто-то ещё, ну, да, да, прямо почувствуйте, что вокруг вас всегда есть люди, которые созвучны с вами, соностроены с вами, которые вас понимают и поддерживают, и этому стоит довериться, это стоит вот ощущать вот так взаимодействие с миром мыслями, вот так как Я люблю тебя, скажите, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, мы можем сейчас вот прям на ушко друг к другу, я люблю тебя, я люблю тебя. Вдох и проведите этой энергией любви через все тело прямо в землю. Почувствуйте прям ступни свои, да, и можно позвучать. И последний раз. Отдайтесь ей по этому выдоху, отдайтесь. Пробуждая себя, пробуждая себя через это вибрации звучания. Спасибо, мама. Спасибо. Идите сюда, все-все-все. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Куча мала. Ааа, благодарю.